Здарова, это Шамшурин. И я решил вспомнить молодость. Откопал очень такой классный старый видос, в котором я показываю сам, как нужно подходить, как нужно делать привет и там комплименты, еще какие-то базовые, самые простые задания. Это видео очень полезное, оно очень энергетически наполненное. Вспомните мои первые подходы какие-то. Плюс оно очень информационно полезное, потому что я рассказываю в нем пошагово, что нужно делать, чтобы познакомиться. То есть пошаговая схема знакомства. Очень крутое, очень полезное видео. И если вы уже приняли решение развиваться и прокачаться, раз и навсегда решите свои вопросы с девушками, то я жду вас с 13 по 16 февраля на тренинге практика в Москве. Ссылка под этим видео. И самое главное еще, что хотел сказать, значит, в воскресенье 2 февраля я проведу вебинар. Он будет 2 февраля в воскресенье в 18.00 вечера по Москве мы его начнем. И длится он будет где-то около двух часов. Вебинар называется «Как стать уверенным с женщинами и по жизни». Ты, наверное, смотрел мое предыдущее видео, и там была информация о том, как повысить самооценку, как работать над своей уверенностью в себе. Так вот, я там давал конкретные пошаговые какие-то действия, 20 пунктов. На вебинаре, который я проведу 2 февраля в 18.00, который называется «Как стать уверенным с женщинами и по жизни», я буду давать конкретные практические задания и упражнения к каждому из этих перечисленных пунктов. Что ты получишь от этого вебинара? Ты получишь пошаговую схему и понимание всех упражнений, как их выполнять для того, чтобы стать уверенным с женщинами и, соответственно, это отразится на твоей жизни в целом. Ты получишь ответы на все свои вопросы и уже в этот же вечер, скорее всего, после вебинара, если у тебя не будет очень поздно, ты пойдешь и познакомишься с любой красивый делом. И чтобы, собственно, не тянуть кота за общеизвестное место, давай практически сразу начнем. Единственный момент, что я хочу сказать. Я не буду тебе лить какую-то воду, давать какие-то там абстрактные теоретические вещи. Я буду давать тебе только практику. Если ты готов только смотреть, то лучше, наверное, не смотри сразу. Если ты готов делать то, что я говорю, получать результат, то вперед поехали. Итак, видео, которое называется «Как гарантированно знакомиться с пятью красивыми девушками в день». На самом деле это видео для новичков, но если ты уже что-то умеешь делать, что-то какие-то у тебя есть, результаты, успехи и чем ты можешь похвастаться, то здесь ты обязательно найдешь кучу полезной информации, поэтому не торопись вырубать. Ты, наверное, сейчас скажешь, ну где фишки, где фишки, не тяни и так далее. Смотри, прежде чем начать знакомиться, давай поговорим о том, что тебе что-то мешает. Тебе мешают страхи, страх подхода и все такое. Если в двух словах, откуда берется твой страх подхода. Погоди, сейчас будут тебе примеры, не торопись. Откуда берется твой страх подхода? Если очень коротко, то когда мужчине, а он существо логическое, говорят «Нет, я не знакомлюсь, я не хочу», он воспринимает это как какую-то личную обиду, личную боль, что со мной что-то не так. Поэтому ему и вероятность получить отказ или слово «нет» в ответ где-то 50 на 50. И, соответственно, некоторые настолько боятся вот того, что их самооценка пострадает, и они лучше не будут подходить вообще, чем, возможно, он слышит какой-то «нет» в ответ. Здесь все достигается только с помощью практики. Есть очень много теоретиков, тренеров в интернете, которых можно увидеть. Они все рассказывают, какие они молодцы, как они легко могут тебя научить, все это херня, пока они сами тебе что-то не покажут. И ты должен понимать, что все книжки, которые ты прочитал, все форумы, все видео и так далее, они бесполезны, если ты не начнешь делать хоть что-то. Для начала нам надо тебя немножечко разогнать, чтобы ты хоть как-то плавно, относительно плавно влился во всю эту ситуацию. Для этого я предлагаю тебе начать с того, что ты будешь просто подходить к девушкам, вот тебе сразу первое задание, я покажу, как оно выполняется. Ты будешь сразу подходить к девушкам и здороваться с ними. Ты с ними просто здороваешься, слушай внимательно. То есть ты боишься получить «нет» в ответ. Внуши себе изначально, что тебе от них ничего не надо. Ты сейчас просто идешь для того, чтобы сказать «привет». На первом этапе ты говоришь только «приветы» и ничего больше. Это очень важно. Даже если девушка сама становится, скажет «давай я тебе покажу сиськи», или там «а кто ты такой, а мы знакомы или нет», ты ничего не говоришь дальше, ты просто уходишь. Почему? Потому что у многих есть такой таракан «я буду выглядеть как идиот, если я буду подходить, просто здороваться и уходить». Да, разреши себе выглядеть как идиот, это важно. Ты боишься оценки со стороны женщин, со стороны общества, и это мешает тебе жить. Как только ты позволишь себе отказаться от оценки, результат будет приходить. Начнем с того, что будем делать хотя бы 10-15 раз просто «привет». Нам ничего не надо, начинаем с «привет». Погнали, я покажу тебе как. Смотри, прежде чем мы пойдем. Есть несколько важных моментов. Во-первых, ты ее не пугаешь, то есть ты не накидываешься на девушку. Я сейчас об этом буду еще рассказывать в схеме знакомства. Во-вторых, ты делаешь это заранее, чтобы успеть получить какой-то результат. И в-третьих, когда девушка идет, а ты догоняешь ее, то не надо лезть туда близко, ты должен показывать всем своим телом и посылом, что ты сейчас вообще не ждешь от нее никакой реакции. Погнали, я тебе покажу, как это делается. Мужик, не вырубай камеру. Давай. Сейчас важно количество. Самое главное, не важно, как они будут реагировать. Чем больше ты будешь подходить, тем больше ты будешь ловить абсолютно разных реакций. Ты будешь понимать, что вот это работает, вот это не работает. И зависит это не только от тебя, от девушек. Тем более на первых порах тебе будет очень комфортно, если ты будешь считать, что если девушка с тобой не здоровается, значит она унылое говно. Всегда помни о том, что ты рыцарь добра и света. Если кто-то не воспринимает твой позитив, значит это унылое какашки. Здороваешься ты с абсолютно разными девушками. С красивыми, с некрасивыми. Если есть красивый, здоровься с красивыми. Если нет красивых, здоровься с теми, кто самый лучший из представленного ассортимента. Старше, младше, сколько лет, одна, две, неважно. Погнали. Привет. А можешь? Привет. Привет. Ты, кстати, классно выглядишь. Себе хорошего дня. Спасибо. Смотри, если девушка в наушниках, то для тебя, скорее всего, это повод не подходить или чего-то не делать. Пойдем потихоньку. То есть, в данном случае, если она в наушниках, показывай ей, чтобы она их вытащила. Как бы она вытаскивает и здоровайся с ней. Тот, кто хочет, он ищет возможности. Тот, кто не хочет, он ищет оправдания. Есть такой прикол, что многие, когда не могут что-то сделать, они начинают говорить, ой, она быстро идет, она в наушниках, она по телефону разговаривает. Все это фигня. Каждый раз, когда видишь такую ситуацию, представляешь, что эта девушка должна тебе денег. И поверь мне, если человек будет должен тебе денег, ты найдешь способ, как обратить его внимание на себя. Можно даже немножко прикалываться и сделать так, чтобы девушка обратила внимание. Если она не обращает внимания или в наушниках, пойдем. Можешь ее немножечко так вот отмаркировать по плечу, чтобы она на тебя посмотрела. Ты за мной, ты не гонись, чувак. Привет. Ты классно выглядишь, кстати. И заметь, смотри. Ну это забегай вперед. Я с ней здороваюсь, и я от нее в это время ухожу. Очень прикольная фишка. В том смысле, что ты показываешь, что ты не ждешь от нее результата. И это очень важно. Они так лучше реагируют, так лучше цепляются. Привет. Ты, кстати, очень классно выглядишь. Такая свежая вся. Какая-то, знаешь, такая в белых тапках. Тебе хорошего вечера, кстати. Хотя, подожди, дай я тебе что-нибудь скажу, раз уж ты попалась. Подожди, мы сейчас, чтобы это... А как тебя зовут? Как? Почти как меня. Меня Вова. Да. Ты какая-то прям молодая, прям молодая, да? Как видишь, некоторые девушки реагируют, некоторые не реагируют. То есть это нормальная практика. Для кого-то непривычно, неприлично, неприемлемо здороваться с незнакомым человеком. Кто-то долго смотрит на тебя, думая, мы знакомы или нет, и так далее. Кто-то реагирует хорошо, дело не в тебе. И когда ты поймешь, что дело не в тебе, твой страх подхода будет уменьшаться. Ты сразу такая хватаешься за сумку. Привет. Ты так... Нет, там все нормально, что ты держишь. Ты очень классно выглядишь. У тебя такое позитивное лицо и красные штаны, это просто не может не радовать. Такими темпами, мне кажется, я не доеду туда, куда мне надо. Что? Да вы классно выглядите. Спасибо, спасибо. Какие-то подозрительные взгляды такие, я сверну тебя такой с подлоги. Слушай, а я вам сейчас вот пару слов скажу. Есть же такая возможность, да? А это лесбиянское кольцо. То есть вы... А вы лесбиянки? Да. Офигеть. Я, слава богу, не лесбиянка, и тем более уж не пидор. А ну, в смысле, не гей, это же у вас по-другому называется. Надо вот это сейчас снимать прям. Если я не успел, снимай меня. Я говорю, я не успел, блядь. Вот я снимаю. То есть тогда это будет видно, что это реально-реально. Скажи, сейчас я снимаю. А ты снимал ее? Да. Ребят, в данном случае я просто не успел. Хотя, конечно, можно было прям залезть за ней в вагон и так далее. Вопрос в том, что нам просто ехать в другую сторону, парни. Главное, чтобы вы себя не наебывали. Если тебе совсем страшно, можешь сделать такое упражнение. Вот тебе еще одно упражнение, еще одно практическое задание. Иди и собери 10 отказов. 10 слов нет. Когда ты идешь уже якобы за тем, что ты говоришь, что мне откажут, она меня пошлет, она мне скажет нет. Вот иди и собери этих 10 нет. Иногда даже еще и захочешь, а не получше. Поэтому задача как бы начать говорить привет. И потом девушка по идее должна отреагировать, типа нет, я не знакомлюсь, я не хочу общаться и так далее. То есть ты должен собрать это 10 раз подряд. Следующее, что ты делаешь. То есть ты немножко разогнался с помощью приветов. Еще раз пойми, что здесь придется делать. Ты все равно должен сделать первый шаг. Поэтому теорию нахуй. Делаем только практику. Еще раз напоминаю, что если ты подписался на мою рассылку, я буду давать тебе постоянно какие-то бесплатные письма с вкусняшками. И в следующих видео ты вообще получишь очень много полезной информации. Но ее придется применять. Я не хочу это рассказывать тебе впустую. Если ты будешь просто сидеть и смотреть, чувак, тогда иди в жопу. Либо ты делаешь, либо ты отписываешься. Давай как-то так, без обид. Что ты делаешь дальше? То есть многие приходят и говорят, давай, давай сразу все фишки, все техники, что делать, что делать, дай мне схему. Еще раз тебе говорю, мы будем двигаться поэтапно, пошагово. Значит, мы разогнались немножечко с помощью приветов. Если ты совсем боишься, собрал 10-15 отказов, после этого ты делаешь следующее. Значит, если... Блин, что-то она прикольная какая-то, да? Или нет, или мне кажется? С красной сумкой, да. Фиксим. Смотри, сейчас ты делаешь следующий шаг. Ты делаешь привет и комплимент. То есть, если девушка реагирует хорошо, и она на твой привет говорит, о, да, привет, или как-то улыбается, или что-то еще, значит, ты ей еще после этого делаешь комплимент. Ты не торопишься, не говоришь сразу, привет, классно выглядишь. Говоришь привет, некая пауза, смотришь за ее реакцией, потом говоришь комплимент. Можешь любой комплимент говорить, но сейчас, чтобы сильно не выдумывать, говори, классно выглядишь, отлично выглядишь. Например, вон та красная девушка, приблизь. Что бы я сказал ей, я бы сказал, что у тебя офигенные наушники. Или у тебя очень классное красное пальто. Это очень яркое. Что бы я сказал вот этой девушке, я бы сказал, у тебя какой-то невероятный помпон. И так далее. Но, в принципе, пока сейчас твой мозг не рожает какую-то информацию, не генерирует ее, говори какие-то шаблоны. Шаблоны тебе нужны только в начале. В чем фишка? Смотри. Сейчас для тебя девушка – это как некая клетка с тиграми. Ты приходишь туда, и твой мозг работает только в одном направлении. Как свалить, как свалить, как смотаться отсюда? И пока он работает в таком направлении, пока ты напрягаешься, зажимаешься, ничего хорошего не будет. Как только ты расслабишься, он будет рожать уже какую-то информацию. Вот это будет самое прикольное. Итак, сейчас мы делаем привет плюс комплимент. Погнали, покажу. Причем, смотри, ты должен делать эти вещи, о которых я тебе сейчас говорю, абсолютно в разных местах, чтобы у тебя не было какого-то привыкания к одному конкретному месту, к одной конкретной среде. Типа, давай в сторонку отойдем. То есть смотри, кому-то, кому-то, привет, ну, кто-то не здоровается, кому-то удобнее делать в торговом центре, кому-то в метро, кому-то еще где-то. То есть, но ты должен научиться делать это абсолютно везде, в любой среде. В метро все куда-то бегут. То есть там надо останавливать, там надо как-то реагировать больше, более быстро. В торговом центре своя специфика. Сейчас очень много пикаперов, поэтому девки шугаются. На улице другая специфика. Ты должен делать эти задания везде. Тогда у тебя будет результат. Привет. Какая ты вежливая. Сейчас подхожу к девушке, она говорит, ну, видимо, разговаривает по телефону свой парень, говорит, ты дубоебый никак. Смотри, самое главное, сделай вид, ты сейчас видел, как я подходил, то есть я, так, Тима, не разворачивайся, она палит камеру, но надо разговаривать. Самое главное, чтобы ты не бежал прямо к ней, там, бред, а сделай вид, как будто бы ты делаешь, ну, ты просто идешь мимо, и ты ее только что заметил случайно. о, нифига себе, тут еще и девки. Так они реагируют намного лучше. Почему? Потому что, когда ты подходишь, знакомишься, говоришь, привет, ждешь какой-то реакции, естественно, у нее на каком-то бессознательном уровне появляется желание повыпендриваться и слить себя. То есть она начинает тебя больше проверять, больше сливать, больше говорить нет, больше отказывать. Когда ты показываешь, что ты просто прохожий, который шел мимо, реакция совершенно другая. Самое прикольное, что, ну, разрешай себе играть, то есть ты в этом нет ничего такого. Ты можешь делать какие-то вот такие штуки. Самое главное, получить какую-то ответную реакцию. Привет. Ты очень классно выглядишь, кстати. Привет. Я такой страшный, что ли? Нет, я просто неожиданно. Ты думала, девушку... А я шел за тобой в коридоре, смотрю ты, и как бы смотрю, ты сюда зашла. Нужно, а ты, да? Слушай, ну, а что тянуть? Ты молодая, красивая. Спасибо большое. Смотри, а можешь на меня обратить внимание, раз уж это? У вас какой-то конкурс или задание? Что значит конкурс? Задание, наверное. То есть, а к тебе мужчина просто без задания не подходит? Подходит, да, но он не приходит на одно сразу. Ажди, смотри, момент какой, что? Во-первых, ты не похожа на бабушку, да? А во-вторых, ты как воспитанный человек. Можешь хотя бы глянуть на меня? Слушай, ну все, не, я сам не люблю, я сам не люблю, когда девушки строят из себя что-то не обоснованно. все тебе хорошего. Мне не понравилось, да, давай. Ну, все, хорошего вечера тебе, давай. Ты снимаешь? Иногда бывает вот такая херня, когда идешь издалека за девушкой, да, она вроде бы красивая, подходишь, понимаешь, что она реально стремная, вот, и еще она сейчас естественно, ты услышал, что она сказала, она говорит, ты мне не понравился, там, ты меня называешь, но ты и так далее. Ребят, это не повод вообще абсолютно останавливаться и заморачиваться. Погнали дальше. Короче, в русском языке нет такого слова, когда, ну вот, мы недавно читали какой-то словарь, прикалывались, что в русском языке нет такого одного слова, которое определяет, когда сзади красивое, а спереди крокодил. То есть, в каких-то языках есть, то есть, например, там слово там бла-бла-бла-бла, и люди понимают, что ты имеешь в виду, а здесь приходится это объяснять. В данном случае это именно та ситуация. Слушай, а куда очередь, скажи? Да, возникло. А что ж там такое выставляешь? Такая большая очередь. Ты, кстати, очень классно выглядишь. Спасибо. А ты что, одна-то где мужчина? Девочки куриц отошли. Куриц, какие у тебя девочки нехорошие. А ты очередь держишь, да? Смотри, ну ты прикольно выглядишь на самом деле. Просто тебя ни одну смущает, сейчас вокруг люди. Девочки, они обычно так странно реагируют, когда есть какие-то свидетели. А что выставляют-то хотя бы? Не знаю. А ты стоишь, и все стоят, и я стою, да? Стадный эффект. Смотри, а как-то разом всех пустили, да? Ну там что, картины какие-то или что? Мужиков в голову вставляют. Конечно. Что? А как тебя зовут? Не скажу. А что такое? Молодой человек есть. Слушай, ну у меня тоже есть молодой человек, я же тебе пока ничего не предложил. Не, на самом деле я тоже не знакомлюсь, давай, пожелаю тебе хороший вечер. Мы, кстати, тебя даже снимали на камеру, но тебя не покажем. Все, всего хорошего. Как, в принципе, и предполагалось ждать по поводу этой девушки, то, что как бы, когда есть какие-то, бля, вот оттелка там, когда есть какие-то свидетели, да, да, когда есть какие-то свидетели, ну, допустим, люди рядом, девушки сложнее на вас реагируют. Есть такая фишка по поводу, допустим, знакомства, например, в метро. То есть, когда, почему с девушкой сложнее знакомиться, когда, давай отойдем от очереди, они слушают, когда в метро, в вагоне, потому что, когда в вагоне, у нее есть ощущение, что на нее все смотрят, все ее палят, она же не может в своих глазах, в твоих глазах и в глазах общества показаться доступной шлюхой. И даже бывает такое, что она улыбается, да что, нормальная телка, она улыбается, там, смотрит на тебя, ты подходишь, думаешь, сейчас я возьму у нее телефон, а в итоге хер там, потому что она тебя сливает, говорит, я не знакомлю себя, то я все, потому что вокруг люди ей кажется, что сейчас все подумают о том, что она слишком доступна и раздает направо и налево свои телефоны. Поэтому в данном случае лучше выйти куда-то, где все бегут, вот на этот перрон в метро, например, где уже нет замкнутого пространства, иллюзии, и соответственно, что на нее все смотрят. и там она будет реагировать намного более хорошо. Вот это очень, это подтверждение того, что люди, свидетели здесь не нужны. То есть, если коротко, то старайся вылучать такой момент, когда девушка где-то вот в стороне от людей. Это касается многих вещей, знакомств в магазинах, на улице, еще где-то, еще где-то в метро и так далее. Но это все уже такие глубокие фишки, сейчас о них говорить не буду. Но, слушай, иногда можно, в принципе, пробовать, и самое главное, если уж ты попытался там познакомиться в этой толпе, то попробуй девушку немножко оттащить в сторонку. Сейчас, кстати, Тима, она может полише, мы снимаем, поэтому очень аккуратно снимай, но бери крупные планы. Попробуй оттащить в сторону, посмотри, как это делается. Привет! Ты очень классно, кстати, выглядели. А вы с каким составом? Дружным. Дружным. Что? А это мужчина? Да, есть не. То есть это твоя девушка, да? Все, нет тогда проблем вообще, ребят? А вот прям уже все, любовь порвает. Это наш брат. Вопросы. Не, вопрос, а это брат или что? Подожди, можно я у тебя спрошу? Девушка со мной? Смотри, мужик, как бы, с тобой ради бога, как бы, никто тебя не будет, там, обижатель, что-то еще. Мне понравилась, это сестра твоя или что? Захочет познакомиться. А сами девушки не знакомятся, ты не знал об этом? Хорошо, смотри, тебе неудобно, я уйду, то есть, как бы, я ее решение спрашиваю. Спасибо тебе большое. Все, тебе хорошего вечера. Скажи, брат, большое спасибо, что он тебя отгоняет нормальных мужиков. Я просто человек не конфликтный, как бы, ребята, отдыхайте, всего хорошего. Спасибо. пока. Вот это трэш, блядь, короче. Я снимаю. Мужик, снимай. Вот, иногда бывает вот такой вот трэш, ну, хотя, как трэшем это не назовешь, то есть, там, ну, такой, вы же мужчина, какой-то, подозритель наружности, якобы ее брат или кто-то. Вот, ребят, на самом деле, это интересно, и как можно после этого сидеть дома и не выходить на улицу, не делать попытки, не делать подходы, ребят, это же реально весело. Привет. Привет. Какое у тебя испуганное лицо было. У тебя еще, кстати, говар какой-то, не московский. С первых секунд, это понятно. Откуда ты, интересно? Офигеть. Татар, не Гитляры? А, нет, татар Кизляры. А ты просто там живешь. Я просто сам с Самары и, а, то есть, на Говар все равно есть какой-то. Да, в первый раз, кстати говоря. Да ладно. У тебя еще штучка такая блестящая здесь. А ты куда? что-то там, по делам, по особо. Никольская плаза, просто я рада подъехала. Никольская плаза, это что-то где-то вообще не здесь. Нет, там же, там же этот. не, на Никольская плаза, правильно? А, все, это вот здесь вот справа. А что-то там у тебя модный показ какой-нибудь или что? Ну, на мейкап. Я слышал, что сейчас у девушек модно телефонную трубку или как там, или что там, это что-то значит, подожди. Резинка для О. Как? А, ну, то есть, это не специальная какая-то вот эта покупная драгоценность. Слушай, а как тебя зовут? А или О? О. У меня, кстати, почти как... У меня Вова зовут. А ты... Что? Да я не знаю пока, что с тобой делать. Женщину себе ищу. А, не знаю. Нет, такую нормальную, хорошую. В смысле, а ты не женщина, что ты кшет эти... Не знаю. А сколько лет? Мало. Мало для чего? А для чего? Нет, мне просто интересно. Ты же это нормальная, кстати. И самое хорошее, что ты по этому поводу говоришь, мало, потому что это показывает уровень интеллекта, наверное. Потому что обычно девушки, многие твои Вова, говорят, а, боже, мне 26, я еще не женат, у меня нет 50 детей, там, не знаю, я не нашла еще себя олигарха и так далее. Не рада. А давай, знаешь, сейчас сделаем, мне в ту сторону. Как-нибудь, ну, попробуем попить с тобой чай, если получится. Да, да, нет, нет, мне кажется, это хорошая идея. Если ты, конечно, не отморозишься голову, у тебя, не, 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 я не трогаю тебя. А у тебя такие, знаешь, вот, немного вьющиеся волосы. У меня такая же фигня, мне можно на стройке работать, если кирпичи падет, он будет так вот отлетать. Просто мне в другую сторону. Я что-то смотрю, ты. мне еще самому надо поработать. А когда тебе удобно звонить? Ой, сейчас не знаю, да. Ну, днем, вечером, утром, в 3 часа 17 минут, 87 секунд по Гринвичу, потому что, когда это? Не, после пяти, давай, если, конечно, ты не выйдешь замуж, я не улечу в космос, то я тебя где-нибудь в понедельник днем наберу и, может быть, посмотрим что-нибудь. А, сам никак? Ну, у меня, нет, меня, Вова, а, что, у тебя номер какой-то, чуть ли не 8800, а сейчас, подожди. Нет, я еще такой не убирала. Как так? Он сам набирает какой-то, меня Вова зовут, еще раз. Смотри, одевай шапочку, потому что, вроде погода. Ты, я чуть подожду, чтобы можно будет играть. Там хорошо. Я тебе, дозвон, сделаю совсем. Пищит, да? Отлично. Слушай, ну, я тебе желаю не замерзнуть, и я бы с превеликим удовольствием. Давай, щеки. Все, щеки. Все, хорошего вечера. Пока. А я не знаю, что говорить, это всего лишь пример. Смотрите, ребят, не вырубай пока. То есть, привет, комплимент, да, давай вам в сторонку. Отойдем куда-нибудь. Не люблю, когда люди уши греют. То есть, по поводу привет плюс комплимент. Дальше, если уже реакция хорошая, можно продолжить общаться. Сейчас я расскажу тебе, мы только дойдем до тачки, потому что холодно. Я расскажу тебе подробную схему знакомства от А до Я. и ты научишься легко брать 5-7 номеров девушек в день. То есть, эта схема работает на 100%. Самое главное, сделай то, что я тебе говорю. А сейчас я тебе расскажу подробную схему знакомства, подробную схему того, как можно легко знакомиться и брать 5-7 телефонов в день у любой красивой девушки. Итак, значит, погнали. Немного отвлекаюсь за рулем, но суть не в этом. Первое называется открыть. Первый пункт открыть. Открыть это значит как-то начать общение. В чем проблема мужчин в том, что подходя к девушке ты неосознанно включаешь такой механизм в голове, что ты думаешь о том, как бы ей понравиться, что бы мне такого сделать, чтобы ей понравиться. В этом ошибка, хотя с этим очень сложно бороться, надо усилием воли это переключать. Что ты делаешь? Ты перед тем, как подходить, сознательно говоришь себе я подхожу, чтобы ее оценить, посмотреть, нравится ли она мне, а не подумать, что бы исполнить такого, прожонглировать, чтобы ей понравиться. Подходя к девушке, спрашивай себя, что в ней хорошего, что мне в ней нравится, что мне в ней не нравится. По поводу открыть. Есть очень коротко три основные момента. Значит, первое, не пугаем, это то, что я показывал, не надо накидываться, останавливаешься чуть заранее, здороваешься, за это время успеваешь получить какую-то реакцию. Если она идет параллельно с тобой, тоже не накидываешься, уходишь немножко вперед после первой фразы, отдаляешься, показывая тем самым, что ты не ждешь от нее никакой реакции. Не пугаем. Второй пункт открыть называется УПП. Увидел, понравилось, подошел. Чем больше и дольше ты будешь думать перед подходом, тем хреновее, потому что твой мозг придумает тысячу причин, чтобы не подходить, чтобы как-то отмазаться и так далее. Это такая очень злополучная, зловещая штука. Есть определенные методы, как с этим справиться. Попробуй. Увидел, понравилось, подошел. Следующий пункт остановка. Что ты делаешь? То есть твоя задача обязательно девушку остановить. Прошелся с ней несколько метров. Если она сама не остановилась, попробуй остановить руками. Сегодня я это тебе не показывал, но возможно в каком-то из следующих писем ты это увидишь. По поводу открытия, собственно, все. Следующее. Открывашки. Что значит открывашки? Вообще в дальнейшем на своих тренингах я учу людей как открывать, цепляться до чего угодно. То есть ух ты какая у тебя прикольная синяя куртка, какие у тебя замечательные волосы, как необычно смотрится твое платье, сумочка, бла-бла-бла и так далее. сейчас пока этой свободы у тебя в голове нет. Есть несколько вариантов, как можно девушку открыть. Вот, например, можно открыть напрямую, сразу дав понять, что ты хочешь, что ты идешь с ней знакомиться, что она тебе понравилась, как женщина. Можно открыть как-то издалека. По поводу издалека, например, попробуй открывашку вопрос. Подходишь, начинаешь спрашивать что-то, скажи, пожалуйста, уже не на вы, никаких извините, можно простите и так далее. Есть несколько основных правил. Называем на ты обязательно. Не извиняемся, здороваемся, представляемся за руку, останавливаем. Там есть еще правило, но пока только это. Значит, смотри. Привет, слушай, подскажи, пожалуйста, где находится там тот-то, тот-то, или как проехать в торговый центр европейский, куда мы, собственно, сейчас ездим. Как сделать то-то, где здесь находится тот-то, тот-то и так далее. Она отвечает, либо не отвечает. Девушке немного легче реагирует, потому что это такая социальная тема. Ты подходишь не как мужчина, к женщине, а как прохожий к прохожему в таком контексте. Соответственно, девушка, отвечать, твоя задача не сразу переходить к знакомству. Твоя задача сделать так, чтобы ей показал, что действительно ты подходил именно за этим. То есть, поговори на эту тему еще, уточни. Слушай, это надо вот так идти, да, а потом куда? А если я пойду так, я пройду, то есть, притворить, что тебе действительно это интересно. Потом ты говоришь, ты классно выглядишь, либо какой-то любой другой комплимент. Как тебя зовут? И начинаешь общаться. Сейчас мы пока разбираем вопрос того, как начать общение. Следующий вариант, можно попросить о некой услуге. Услуга, что это значит? Ты подходишь к девушке, ты говоришь, привет, слушай, выручи меня, у тебя есть влажная салфетка или просто салфетка. Что еще можно попросить? Зажигалку, жвачку, позвонить, деньги, ну все что угодно. То есть, расческу, зеркальце, ну расческа, это слишком как бы лично. Зеркало, еще что-то, посмотри, пожалуйста, у меня на спине, там ничего не прилипло, что-то хожу, не могу никак от себя волосы ободрать. Ты просишь о какой-то услуге, независимо от того, оказывает она ее или нет, ты говоришь, спасибо, если да, ты говоришь, ты очень добрая девушка, ты меня выручила, бла-бла-бла, как тебя зовут, ты отлично выглядишь и дальше начинается какое-то общение. Если у нее чего-то нет, ты говоришь, ничего страшного, ты все равно классно выглядишь, как тебя зовут. Еще следующий вариант открывашки, например, развратный веселый, так называемый, это уже прямая, директивная открывашка. То есть, ты подходишь, либо рассказываешь что-то о ней, девушки очень любопытные существа, попробуй начать знакомство с фразой «Привет, ты очень необычная девушка». 90% девушек спросят, а что такое, в чем же я необычный, что не так? И там уже думаешь, даже на совершенно обычное, говоришь, у тебя очень необычный нос, у тебя очень позитивный нос, у тебя очень необычные щеки, у тебя очень необычные глаза, особенно право, у тебя то-то, то-то. То есть, начни хоть с каких-то шаблонов. Многие говорят, я не хочу быть шаблонным, попробуй начни с этого, потом, когда ты расслабишься, ты будешь самим собой. И это известная техника, которая работает. Либо ты рассказываешь что-то о ней, ты очень необычная, потому что у тебя такие-то фары, такие-то эти, не снимай машину этим. Либо ты спрашиваешь что-то о ней, а ты всегда так быстро ходишь, а ты, у тебя такой яркий наряд, ты куда-то на какое-то мероприятие, и так далее. То есть, ты что-то спросил, ты всегда пьешь кофе из таких больших кружек, и так далее. Либо ты рассказываешь что-то о себе. Ты знаешь, мне нравится, когда у девушки такие волосы, как у тебя. Я люблю, когда вот такие высокие каблуки. Я никогда не понимал, как в такую маленькую сумочку что-то можно засунуть. То есть, ты что-то говоришь о себе. Либо рассказываешь о ней, либо спрашиваешь о ней, либо рассказываешь о себе. Это повод начать общение. И есть еще, просто как пример, директивная прямая открывашка, с которой мы на моих тренингах часто начинаем открывать девушек. Привет, пауза. Пауза для того, чтобы ты смог увидеть какую-то реакцию на себя. Комплимент, пауза опять же. Говори размеренно, жди, когда она что-то будет выдавать какую-то реакцию. Привет, отлично выглядишь. Постой минуточку. Мы сейчас берем тот случай, если девушка идет. Если она стоит или сидит, там все проще. Постой минуточку, либо остановись на секунду. Я хочу с тобой пообщаться. Ты мне понравилась. Можно попробовать как-то так. Естественно, это все выглядит как-то, может быть, непривычно для тебя, но ты должен хоть чего-то начать пробовать, и это будет очень круто. Привет. Привет. Отлично выглядишь. Спасибо. Слушай, а постой секундочку. ты такая прикольная, ты мне понравилась. Я хочу пообщаться с тобой. Дальше, естественно, в процессе знакомств ты будешь слышать кучу, как она зевает с открытым ртом. Не слышно. Опусти окно. Да, пусти то окно. Ты так зеваешь смачно просто. У тебя очень ценное качество, когда у девушки большой род. Но ты очень классно выглядишь. Хорошего дня. Она немножко не поняла прикол. Может быть, увидела камера. Не знаю. Смотри, значит. Так, о чем я говорил? О том, что у нее охуенно род. До дорта. До этого? Да. Ну, что надо. Да, спасибо, Боже. Спасибо. Вот. Значит, соответственно, в процессе знакомства ты будешь слышать множество проверок и возражений. Я не знакомлюсь, я не даю телефон, я спешу, я тороплюсь, я не хочу общаться, бла-бла, у меня есть парень. С этим, как с этим бороться, это уже отдельная тема, и об этом ты обязательно прочитаешь в каком-то из моих следующих писем, возможно, увидишь в каком-то видео, которое я тебе пришлю, опять же, в одном из моих ближайших писем. Это очень крутая тема, очень важная работа с возражениями, это то, без чего не получится научиться соблазнению никогда. Итак, примерно такие открывашки, сразу тебе задание, попробовать каждую из этих открывашек, попробуй ее сделать по два-три раза, попробуй сделать услугу, развратный, веселый, вот эту директивную, вопрос, и что-то еще в этом духе. Задача пойти и попробовать, это получится. Если ты будешь просто смотреть, я еще раз говорю, тогда тебе не сюда, нам с тобой не по пути. Страшно будет, возможно, но где-то сильнее, где-то не очень, это будет только на первых парах. Дальше тебя отпустят и все будет получаться лучше. После открытия идет следующий пункт, заинтересовать собой. Для того, чтобы девушка дала тебе телефон, ты должен ее заинтересовать. Есть очень важное правило, ты не торопишься брать номер телефона, потому что сам по себе телефон тебе не нужен нафиг. Тебе надо, чтобы девушка была заинтересована, чтобы она потом взяла трубку. Как заинтересовываем собой, очень коротко. Невербалика, то есть это твое тело, как ты себя показываешь. Ты уверенный, с прямой осанкой, спокойный жест, ты не присмыкаешься, не гнешься, не прогибаешься, не наклоняешься и так далее. Это речь, как ты говоришь, ты общаешься с позицией сверху. Не извините, простите, можно и так далее. Привет, я бы хотел, я предлагаю, я хочу, ты мне понравился и так далее. То есть ставишь девушку перед фактом, либо предлагаешь. И следующее, чем-то заинтересовываешь, ты делаешь что-то, что другие никогда не делают. Ты ее заинтересовываешь тем, что ты себе позволяешь больше, чем другие. Что я имею в виду? Нюхаешь, трогаешь, останавливаешь, обнимаешь, называешь на ты. Держишь за ручку, здороваешь за ручку. Когда ты представляешься, кстати, еще хочу напомнить, ты обязательно представляешься за ручку. Возможно, говоришь ей что-то, что ей может не понравиться, что у нее какая-то там очень классный наряд, но ее сумочка не очень подходит сюда, потому что немножечко перебор. Я бы тебе посоветовал другую. То есть ты заинтересовываешь ее тем, ты можешь заинтересовать ее, даже не делая ничего. Например, такая фишка, которую я тебе опять же дам в одном из следующих писем более подробно. Сидите с девушкой, и ты, несколько твоих коллег, мужиков и красивая женщина за столом. И все пьют за нее, говорят, какая у нас красивая женщина, я бы хотел выпить за ее красоту, давайте мы вам подложим рыбки, вам что там, давайте мы вам наливаем вина, бла-бла-бла. Все лижут ей жопу. Она это воспринимает как что-то должное, что ничего такого в этом нет, это для нее норма жизни. Она никого не выделяет, а все пытаются ей понравиться тем, что они пытаются подлизаться. И в конце такая прикольная штука, ты делаешь что-то, ты говоришь, слушай, я не помню, как тебя зовут, прости, пожалуйста, передай мне вино, например, там и что-то. У нее будет разрыв мозга, взрыв мозга, потому что как так, я такая охуенная звезда, а вот этот чувак просто не помнит, как меня зовут. Это просто гениальная вещь, которая ее заинтересует сразу же. Она сама начнет думать, как же так, что же это за мужик, что ему на меня пофиг. Как только она видит твое холодное, спокойное отношение к ней, а сними европейский чувак, покажи, какой он прикольный. Мне очень нравится, как он свечится. Вообще, один из самых крутых торговых центров Москвы. Все завязывай. Смотри, значит, ты заинтересовываешь ее своим пофигизмом как бы на ее отношение к тебе, своей непривязанностью. Следующий пункт, вызвать доверие. Чтобы девушка дала тебе телефон, нужно, чтобы она тебе немножко доверяла. как ты не кидаешься, не нарушаешь близко, не подходишь, не нарушаешь личное пространство. Делаешь все очень плавно, спокойно, мягко. При этом, ты, естественно, должен выглядеть как-то нормально. Не как бомж. Что еще? Смотришь в глаза, улыбаешься. Возможно, говоришь ей что-то, что у вас уже что-то общее есть. Например, ух ты, у нас с тобой джинсы одинакового цвета. У нас с тобой глаза очень похожи. Как будто бы у вас уже есть что-то общее с ней. Я вот здесь парканусь. Возле Мака. Ну, возле Мака, да. То есть, и, конечно, вот это вот тоже офигенский вид вообще. Я всегда его люблю просто. Самый крутой вид, наверное, в Москве. Не знаю, передают ли камеры, но они не зря построили эти здания. Итак, этот был пункт, который называется вызвать доверие. Да, значит, следующий пункт. Мы берем телефон. Есть два основных момента, которые, опять же, сейчас разжевывать подробно не буду, скажу только то, что ты не просишь, ты не уговариваешь, ты предлагаешь. Просто пример. Было приятно с тобой пообщаться, я хотел бы увидеть тебя еще раз. Давай я запишу твой телефон. Слушайся, давай я запишу твой телефон. Ты вроде бы предлагаешь, но довольно в директивной форме. Либо у меня есть отличная идея, нам с тобой увидеться как-нибудь на днях выпить чайку. Давай, я записываю твой телефон. Либо давай я запишу, либо я записываю. Женщинам нужны мужчины, которые будут не просить, не присмыкаться, а предлагать, либо брать силы или что-то в этом духе. Им нужны мужчины-хозяева. Здесь есть важный момент. Перед тем, как спрашивать телефон, ты обязательно вытаскиваешь свой аппарат, в хорошем смысле слова свой аппарат, вот, и говоришь, давай я запишу твой телефон. Это говорит о том, что ты уже намерен сто процентов записать, ты принял решение твердое и складывать с нее ответственность, потому что для девушки важно, чтобы не она дала, а у нее взяли. Не важно, секс это или телефон. После чего ты делаешь дозвон и последний пункт попрощаться. Что ты делаешь? Ты прощаешься с девушкой, ты говоришь, все, давай мы с тобой созвонимся, мы прощаемся, либо обнять, либо поцеловать щеку какой-то телесный якорь. То, что опять же другие не делают, это сразу настраивает ее на тот лад, что когда она придет возможно на свидание, она уже будет понимать, что вообще не будет классной, что ее не будут 8 свиданий подряд водить по театрам и кино и ресторанам, а мужик будет ее целовать, обнимать, трогать, ласкать, трахать, жениться и так далее. Будет как-то так. Итак, ребята, это была схема, которая гарантированно дает вам шанс знакомиться как минимум с 5-7 девушками в день и брать столько же телефонов, потом выбрать себе одну единственную любимую, жениться на ней и зажить счастливой жизнью. Привет! Ты, кстати, очень классно выглядишь. Такая свежая вся, какая-то, знаешь, такая в белых тапках. Тебе хорошего вечера, кстати. Хотя подожди, дай я тебе что-нибудь скажу, раз уж ты попалась. Подожди мы сейчас, чтобы это... А как тебя зовут? Как? Почти как меня. Меня Вова. Ты какая-то прям молодая, прям молодая, да? В смысле? Ну, то есть, я для тебя старый, наверное. Я не знаю, сколько тебе лет. Ну, тебе лет 18, 19. Ты смеешься, что ли? А сколько? 20? Почти 26. Офигеть! Как так? Слушай, ну ты какая-то так-то у тебя еще... Сейчас. Просто еще этот самый... Я не могу, сейчас поезд проедет, даже горло валит. А как так? У тебя еще одежда такая, какая-то молодежная, поэтому... Вот так. Чем мне с тобой делать, скажи? Не знаю. А ты хороший человек, наверное, да? Не мне судить. Ну, то есть, все хорошие люди, они обычно говорят, не мне судить там. Да нет, что бы, я плохая. У тебя губы какие-то такие, необычные. Как у хорошего человека. Смотри, но на самом деле очень мало времени. Может, надо, я думаю, рискнуть, увидеться с тобой как-нибудь, чай попить. Давай, побьем. Да почему нет? У тебя какие-то волосы прикольные такие, свои. Не, они мягкие. Ты знаешь, я вообще люблю, когда у девушки вот такие мягкие волосы. У меня у папы такие же. Ну, не в смысле такие длинные? Папа Рокер. Не, да, это гривотряска. Где твой папа? Ну, он обычный, рабочий человек. То есть, на самом деле, не очень простые родители. Но в этом есть какой-то плюс, потому что я сейчас родителей куда-то вожу отдыхать, помогаю им, и у меня все хорошо. Как-то это затронуло мне даже как-то стало. Ты кто по жизни? Надо еще сесть на корточке и сказать, ты кто по жизни? Нет, я помогаю людям. Я работаю на себя, и как бы, ну, как бы, можно сказать, что я психолог, но только лучше. Это как? Я тебе расскажу, если мы увидимся. Все меня заценили. Не замужем, я не замуж. А мне это меньше всего интересно. Я не придираюсь к этому кольцу. А ты кто, ну, кем-то за ним, кем ты работаешь, чем-то? Ты музыкант. Офигеть! А ты на чем играешь? Я и играю, и пою, и дирижирую. Ну, то есть, у тебя многопрофильное какое-то, или что? То есть, говорят же, человек, который умеет все, он не умеет ничего. То есть, должен уметь что-то лучше, чем остальные, в какой-то узкой. Ты на чем-то больше всего любишь играть? На рояле. На рояле, да. А я недавно, кстати, задавался вопросом, то есть, пианино, это когда такая вот узкая конструкция для маленьких квартир, да? Там она как с... А рояль, это когда такая хрень с хвостом, я правильно понимаю? А там принципиальная разница, кроме экономии места, как в машинке. Клавиатуру. Там control, alt, delete, там все проще. Смотри, ну, ты какая-то такая, настоящая. Да, я обженился. Люди искусственные. А я, кстати, в прошлом тоже художник, у меня были персональные выставки, и я был лауреатом губернаторской премии. Да. Но это было очень давно, то есть, когда мне было лет там 14-16, то есть, это вот был пик моей карьеры. Сейчас. Потом я забил просто, и все. Ну, ты такая прям с ногами, не знаю. Причем, самое интересное, что пуховик, как бы, но если тебя, вот, взять с жены, не знаю, купить тебе шубу, там какие-то шпильки или что-то, ты будешь такая хорошая, мне кажется. Да? Тебя смущает мои красавцы. Да нет, иногда надо ходить на релаксе, меня ничего не смущает. Обычно я хожу в куртке, которая похожа на костюм гориллы, и в каких-нибудь ярко-синих кедах, то есть, ну, это не прикол. Я вот, то есть, вот такой стиль одежды для меня, наоборот, редкость. Мои родители, кстати. Сейчас, погодься, я тебе покажу, чтобы ты поверила мне. Фотка в синих красавках? Нет, ну, серьезно, сейчас, погодься. Раз уж, короче, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, в общем, вот куртка гориллы. Сейчас, сейчас, сейчас. Кроссовки, где я, кроссовки? Тихо, 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 ну, там не, ты уже смотришь, ли, дети? Нет, детей нет пока. Пока. Будут, что-то сделаем. Ну, через год, через два. Сейчас, прям, это важно, ну, чтобы ты понимал, что я, а нет, что я такой же, как и ты. Сейчас. Ну, чтобы ты понимал, что я не всегда хожу в кроссовках. да, ты мне сейчас покажешь себя в этом самом, в какой-нибудь секси-юбке, да? Сейчас, это важно. Мы, видишь, у нас уже как это, современный мир катится куда, видишь, все фотки какие-то показывают друг другу. Сейчас, это важно, я тебе прям хочу показать, что я... Синеньком. Офигеть. Тихо, а, тут же нельзя увеличивать. Слушай, ну, вообще, другой вид совсем, потому что вот как женщина... А есть крупным планом еще? Как женщина перевоплощается... А вот, короче, смотри. Ну, типа, вот это мой любимый стайл вообще, как бы, когда какая-нибудь такая штука, крота, ну, то есть, вот я хожу так, поэтому... А вот, а где здесь, короче, такой этот, какой-то шкурка, какой-то кошечки... Офигеть. Я просто мерзну. Смотри, давай мы обменяемся телефонами с тобой и, возможно, мы где-нибудь в понедельник сходим, чай попьем. Так я работаю, всегда. Ну, мы что-нибудь придумаем, потому что я 24-го улетаю и, как бы, там, дней на 10. Ну, я на связи, просто меня физически здесь не будет. Допоздна это до скольки? До 8. Это все фигня, это недопознание. Я живу в Подмосковье. В Дальнем или в Ближнем? Ногинск. Слушай, ну, Ногинск это вообще рядом. Сейчас, чтобы ты знала, что это я. Помнишь, как меня зовут? А меня, ты помнишь? Кстати, чтобы запомнить имя человека, надо взять руку, положить сюда, вот так вот. потрогать и сказать Вову, давай, Вова. Вовочка. Офигеть. В общем, сейчас, щеки. Давай, давай. Тебе офигенского вечера. Спасибо. Тебе тоже. Вот, я ничего не своровал, то есть, как бы, ну, правда, смотри, я не за этим здесь. Все, давай, щеки. На связи, хорошего дня, пока. Такими темпами, мне кажется, я не доеду туда, куда мне надо. Что? Да вы классно выглядите. Спасибо. Какие-то подозрительные взгляды такие, я сверну тебя такой с подлоги. Слушай, а я вам сейчас вот пару слов скажу, есть же такая возможность, да? А это лесбиянское кольцо. То есть вы, а вы лесбиянки. Да. Офигеть, я, слава богу, не лесбиянка, и тем более, что не пидор, ну, в смысле, не гей, это же у вас по-другому называется. А ты не знаешь. А я все, ну, у меня вообще, как бы, нет, смотри, я знаю, что чуваки носят там где-то что-то там, ну, то есть у них там своя какая-то фигня, вот на большом кольце, пальце женщины, это лесбиянка, да? А на правой руке это, то есть ты главная, короче, а ты пассивная. Слушай, а как так? Есть же нормальные мужики, вы не теряйте надежды, они есть. Как минимум, хотя бы один это я, то есть, вы? Да. Не, смотри, знаешь, как он, нет, я по факту говорю, смотри, какой прикол, что, как бы, вот в порнухе лесбиянки красивые, вот там реально, думаешь, бля, вот это да, сейчас, сейчас, это важно, да, это говорю. А в жизни я видел вот лесбиянок, они такие, короче, они такие мужеподобные, какие-то короткостриженные, такие там, вкачанные, ну то есть в них женственности нет вообще, а вы какие-то, ну на удивление, симпатичные лесбиянки, как так-то? Ну вот как так. Слушайте, а вы с мужиками вообще не практикуете, или что? А если это будет классный парень, типа меня, и мы втроем встретимся, как я сейчас не про секс, ну там мало, а вам еще нет 18 что ли? Нет, как так-то, блин? А мне 20. А вот так вот не посадили бы. Не, ну у меня принцип как бы, значит будем с тобой общаться. В смысле? Как тебя зовут? Это моя. А почему с ней не общается? Нет, ты же ей 15. И что? А как тебя зовут? Меня Юлечка зовут. Юлечка, меня Вова зовут. Я приятный. Ну у тебя мужской рукопожател. Слушайте, ну, Сашечка, меня Вова зовут. Но у вас уже все безнадежно, вы лесбиянки, да? Где ты? Смотри, если бы вы были, я считаю, что из тебя получится отличная жена, там, не знаю, мать чьих-то детей, и так далее. нифига не так. У тебя вот эта штука все равно сработает. Я встречалась с парнем в хрон. Слушай, если у тебя один был мудак, извини, ну хорошо, если он... Он был охуенный, честно, для меня лучше мужчина. Ну, а почему тогда? Потому что я дура. Короче, смотри, если вы обе были взрослые, то я бы с вами замутил, но это перебор, 15 лет, в смысле, мы тебя даже не... Юлечка, давай телефон, я тебе позвоню как-нибудь. Зачем? Ну, наберу, там решим, зачем. ты мне это нужно. Ну, мне это нужно. Зачем? Нет, смотри, получится, получится, нет? Пообщаться, или что? Пообщаться, пообщаться. Пообщаться, интересуют лесбиянки. Да. Просто много друзей, Никогда, я не дружу с девушками, никогда не общался с лесбиянками, поэтому... Давай попробуем. Может быть, найду время записывать. Может быть, надежно, мы уже все решили, че-то. Будем звать их, где-то его. Ты очень такая, конечно, какая-то перевозбужденная. Юлечка, да? Она просто очень эмоциональная. Сейчас, дозвониться до тебя. Слушай, ну ты такая прям секси, и лицо у тебя прям такое красивое. Я знаю, спасибо. Все, я пойду, короче, давай прощаться. Как я тебя зовут? Вова? Меня Вова зовут. Так, ну что, не надо меня обнимать, Собь, не забудь свое. Все, пока. Пока.